21 июня 1941 года, 13.00. Германские войска получают кодовый сигнал Дортмунд, подтверждающий, что вторжение начнется на следующий день. Командующий второй танковой группы, группы армии «Центр» Хайнс Гудериан пишет в своем дневнике. «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривается с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль западного Буга не были заняты русскими войсками. 21.00. Бойцы 90-го пограничного отряда Сокальской комендатуры, Украина-Современно-Львовская область, задержали немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Буку-Клай. Перебежчик направлен в штаб отряда в город Владимир-Волынский. 23.00. Немецкие мины-заградители, находившиеся в финских портах, начали минировать выход из Финского залива. Одновременно финские подводные лодки начали постановку мин у побережья Эстонии. 22 июня 1941 года. 0 часов 30 минут. Перебежчик доставлен во Владимир-Волынский. На допросе солдат назвался Альфредом Лисковым, военнослужащим 221-го полка 15-й пехотной дивизии вермахта. Он сообщил, что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет в наступление на всем протяжении советско-германской границы. Информация передана вышестоящему командованию. В это же время из Москвы начинается передача директивы номер один Наркомата обороны для частей западных военных округов. В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных округов. Нападение может начаться с провокационных действий, говорилось в директиве. Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. В части предписывалось привести в боевую готовность, скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе, авиацию рассредоточить по полевым аэродромам. Довести директиву до войск частей перед началом боевых действий не удается, вследствие чего указанные в ней мероприятия не осуществляются. Один час ночи. Коменданты участков 90-го погранотряда докладывают начальнику отряда майору Михаилу Степановичу Бычковскому. Ничего подозрительного на сопредельной стороне не замечено. Все спокойно. Три часа пять минут. Группа из 14 немецких бомбардировщиков Юнкерс-88 сбрасывает 28 магнитных мин у кронштадтского рейда. Три часа семь минут. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает начальнику генштаба генералу Жукову. Система воздушного наблюдения, оповещения и связи флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Флот находится в полной боевой готовности. Адмирал предложил их встретить огнем ПВО флота. Ему было дано указание «Действуйте и доложите своему наркому». Три часа десять минут. Комиссариат государственной безопасности Львовской области телефонограмму передает в Народный комиссариат государственной безопасности Украинской республики сведения, полученные при допросе перебежчика Альфреда Лискова из воспоминаний начальника 90-го погранотряда майора Бычковского. Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилук сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тот же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена. Три часа тридцать минут. Начальник штаба Западного особого военного округа генерал Климовских докладывает о налете вражеской авиации на города Белоруссии. Брест, Гродно, Лиду, Кобрин, Слоним, Барановичи и другие. Три часа тридцать три минуты. Начальник штаба Киевского особого военного округа генерал Пуркаев докладывает о налете авиации на города Украины, в том числе на Киев. Три часа сорок минут. Командующий Прибалтийским особым военным округом генерал Кузнецов докладывает о налетах вражеской авиации на Ригу, Шауляй, Вильнюс, Каунас и другие города. Три часа сорок две минуты. Начальник генштаба Жуков звонит Сталину и сообщает о начале Германии боевых действий. Сталин приказывает Тимошенко и Жукову прибыть в Кремль, где созывается экстренное заседание Политбюро. Три часа сорок пять минут. Первая погранзастава 86-го августовского пограничного отряда атакована разведывательно-диверсионной группой противника. Личный состав заставы под командованием Александра Сивачева, вступив в бой, уничтожает нападавших. Четыре часа утра. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает Жукову, цитата, вражеский налет отбит, попытка удара по нашим кораблям сорвана, но в Севастополе есть разрушение. Четыре часа пять минут. Заставы 86-го августовского пограничного отряда, включая первую погранзаставу старшего лейтенанта Сивачева, подвергаются мощному артиллерийскому обстрелу. После чего начинается немецкое наступление. Пограничники, лишенные связи с командованием, вступают в бой с превосходящими силами противника. Четыре часа десять минут. Западный и Прибалтийский особые военные округа докладывают о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках. Четыре часа пятнадцать минут. Гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по Брестской крепости. В результате уничтожены склады, нарушена связь, имеется большое число убитых и раненых. Четыре часа двадцать пять минут. Сорок пятая пехотная дивизия вермахта начинает наступление на Брестскую крепость. Четыре часа тридцать минут. В Кремле начинается совещание членов Политбюро. Сталин выражает сомнения в том, что происходящее является началом войны и не исключает версии немецкой провокации. Нарком обороны Семен Константинович Тимошенко и начальник генштаба Георгий Константинович Жуков настаивают. Это война. Четыре часа пятьдесят пять минут. В Брестской крепости гитлеровцам удается захватить почти половину территории. Дальнейшее продвижение остановлено внезапной контратакой красноармейцев. Пять часов утра. Посол Германии в СССР граф фон Шуленбург вручает наркому иностранных дел СССР Молотову ноту Министерства иностранных дел Германии Советскому Союзу, в которой говорится, правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе, поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми средствами отвести эту угрозу. Через час после фактического начала боевых действий Германия де Юра объявляет войну Советскому Союзу. Рейхсминистр пропаганды Геббельс зачитывает обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза. Теперь настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве. В данный момент осуществляется величайшая по своей протяженности и объему выступления войск, какое только видел мир. Задача этого фронта – не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. Семь часов утра. Рейхсминистр иностранных дел Риббентроп начинает пресс-конференцию, на которой объявляет о начале боевых действий против СССР. Цитата. Германская армия вторглась на территорию большевистской России. Семь часов пятнадцать минут. Сталин утверждает директиву об отражении нападения гитлеровской Германии. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 километров. Семь часов тридцать минут. Директива номер два подписана и отправляется в войска. Из-за нарушения системы связи диверсантами до многих частей она не дойдет. В Москве нет четкой картины того, что происходит в зоне боевых действий. Этими диверсантами, переодетыми в форму бойцов Красной Армии, были военнослужащие специальной части Брандербург-800. Воинское формирование специального назначения в составе верминта. Одно из самых секретных в германских сухопутных войсках. Предназначалось для проведения разведывательно-диверсионных операций в тылу противника. Девять часов тридцать минут. Принято решение о том, что в полдень с обращением к советскому народу в связи с началом войны выступит Нарком иностранных дел Молотов. 10.00 Из воспоминаний диктора Юрия Левитана. Звонят из Минска. Вражеские самолеты над городом. Звонят из Каунаса. Горит город. Почему ничего не передаете по радио? Над Киевом вражеские самолеты. Женский плач, волнение. Неужели война? Тем не менее, никаких официальных сообщений до 12.00 по московскому времени 22 июня не передается. 10.30 Из донесения штаба 45-й немецкой дивизии о боях на территории Брестской крепости. Русские ожесточенно сопротивляются. Особенно позади наших атакующих рот. В цитадели противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35-40 танков и бронеавтомобилей. Огонь вражеских снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров. 11.00 Прибалтийские, западные и киевские особые военные округа преобразованы в северо-западные, западные и юго-западные фронты. 12.00 Нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов зачитывает обращение к гражданам Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы, во многих местах подвергли бомбежки со своих самолетов наши города. Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убиты и ранены более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан приказ нашим войскам отбить разбойничьи нападения и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 13.00. Президиум Верховного Совета СССР издает указ о мобилизации военнообязанных на основании статьи 49 пункта ОК Конституции СССР. Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов Ленинградского, Прибалтийского Особого, Западного Особого, Киевского Особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского. В мобилизации принадлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. Несмотря на то, что первым днем мобилизации названо 23 июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине дня 22 июня. 13.30 Начальник генштаба генерал Жуков вылетает в Киев в качестве представителя вновь созданной ставки главного командования на Юго-Западном фронте. 14.00 Брестская крепость полностью окружена немецкими войсками. Советские части, блокированные в цитадели, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Глава МИД Италии Галиад Сочиано заявляет, Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию. 14.10 Первая погранзастава Александра Сивачева ведет бой более 10 часов. Имевшие только стрелковое оружие и гранаты, пограничники уничтожили до 60 гитлеровцев и сожгли три танка. Раненый начальник заставы продолжал командовать боем. 15.00 Из записок командующего группой армий «Центр» фельдмаршала фон Бока. Вопрос, осуществляют ли русские полномерный отход, пока остается открытым. В настоящее время предостаточно свидетельств как «за», так и «против» этого. Удивляет то, что нигде не заметно сколько-нибудь значительной работы их артиллерии. Сильный артиллерийский огонь ведется только на севере-западе от Гровна, где наступает 8-й армейский корпус. Судя по всему, наши военно-воздушные силы имеют подавляющее превосходство над русской авиацией. Пилоты немецких бомбардировщиков доложили командованию, что им больше нечего бомбить. Все аэродромы, казармы и скопления бронетехники уничтожены. Из воспоминаний маршала авиации, героя Советского Союза, Йоргия Васильевича Зимина. 22 июня 1941 года большие группы фашистских бомбардировщиков подвергали ударам 66 наших аэродромов, на которых базировались основные силы авиации западных пограничных округов. В первую очередь были подвергнуты ударам с воздуха аэродромы, на которых базировались авиационные полки, вооруженные самолетами новых конструкций. В результате ударов по аэродромам в ожесточенных воздушных боях противнику удалось уничтожить до 1200 самолетов, в том числе 800 на аэродромах. 16.00 После 12-часового боя гитлеровцы занимают позиции первой пограмм заставы. Это стало возможным только после того, как погибли все пограничники, оборонявшие ее. Начальник заставы Александр Сивачев посмертно был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Подвиг заставы старшего лейтенанта Сивачева стал одним из сотен совершенных пограничниками в первые часы и дни войны. Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 667 пограничных застав. 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из 485 застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. Из 19.600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые дни войны погибли более 16 тысяч. 17.00. Гитлеровским подразделениям удается занять юго-западную часть Брестской крепости. Северо-Восток остался под контролем Советского Союза. Упорные бои за крепость будут продолжаться еще неделю. 18.00. Патриарший, местоблюститель, митрополит Московский и Коломенский Сергий обращается с посланием к верующим. Фашистов и разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Православная Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. 19.00. Из записок начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковника Франца Гальдера. Все армии, кроме 11-й армии группы армии Юг в Румынии, перешли в наступление согласно плану. Наступление наших войск, по-видимому, являлось для противника на всем фронте полной тактической внезапностью. Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. О полной неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох, в казарменном расположении. Самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. Командование ВВС сообщило, что за сегодняшний день уничтожено 850 самолетов противника, в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые, поднявшись в воздух без прикрытия истребителей, были атакованы нашими истребителями и уничтожены. 21.00. Утверждена директива номер 3 Наркомата обороны, предписывающая советским войскам перейти в контрнаступление, с задачей разгрома гитлеровских войск на территории СССР, с дальнейшим продвижением на территорию противника. Директива предписывала к исходу 24 июня овладеть польским городом Люблин. 21.00. Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня. С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря. И в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Кристинопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Сутоянов и Циконовец. Первые 2 в 15 километрах и последние в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов. Но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника. 23 часа. Обращение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к британскому народу в связи с нападением Германии на СССР. В 4 часа этим утром Гитлер напал на Россию. Все его обычные формальности вероломства были соблюдены со скрупулезной точностью. Внезапно, без объявления войны, даже без ультиматума, немецкие бомбы упали с неба на русские города. Немецкие войска нарушили русские границы и часом позже посол Германии, который буквально накануне щедро расточал русским свои заверения в дружбе и чуть ли не союзе, нанес визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Россия и Германия находятся в состоянии войны. Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нем слова, но все это бледнеет перед зрелищем, разворачивающимся сейчас. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поля, которые их отцы пахали с незапамятных времен. Я вижу, как они охраняют свои дома, их матери и жены молятся. О да, потому что в такое время все молятся о сохранении своих любимых, о возвращении кормильца, покровителя, своих защитников. Мы должны оказать России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы должны призвать всех наших друзей и союзников во всех частях света придерживаться аналогичного курса и проводить его так же стойко и неуклонно, как это будет делать мы до самого конца. Гитлер планировал потратить на покорение Советского Союза около двух месяцев. Сделать этого германским войскам не удалось, несмотря на сокрушительный и впечатляющий разгром Западного фронта, скорое падение Киева и Минска. Как не удалось наскоком взять Москву. Великая Отечественная война закончилась безоговорочной победой советских войск и уничтожением Третьего рейха. На это понадобилось долгих четыре года. Великая Отечественная война